здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня наконец-то наконец-то вы дождались я дождалась пряжу и мы доделываем нашу майку первое первая часть все все ссылочки будут под видео в описании вот экспресс мастер-класс по этому топу и первая часть значит что я решила девчонки что я решила что я не буду я буду вязать цель навязанные как бы вот эту вот обвязку рукава потому что потому что вверху вот обратите я сейчас ставлю фотографии вверху там у нас сходит на нет вот это чулочная гладь и поэтому нам нужно как бы за что-то то есть то есть чтобы не усложнять я решила вот так вот вы соответственно можете по вашему желанию но в моем топе будет именно так то есть будет цель навязанная планка что я для этого сделаю я для этого сейчас перехожу на резинку один на один то есть вот вот эти вот сейчас я эту довяжу а потом уже со следующей начну соответственно кто хочет как бы вязать это все обвязывать то сейчас вы просто закрывайте петли на пройму сейчас вы просто закрывайте петли на пройму и делаете классическую пройму потом обвяжите тоже по поводу обвязки тоже есть у меня видео планки как которая вяжется потом и привязывается вот таким способом можно связать это эту обвязку я тоже оставлю под видео в описании а я буду делать цель навязанную чтобы упростить потому что там и внизу как бы эту планку надо майска связать если привязывать неровную да мы понимаем что это тройма поэтому я вот решила вот так так дошла я буду смотрите до боковой части и сейчас я начинаю с изнаночной петли она у нас пойдет потом в кромочную и перехожу на резинку один на один резинкой сейчас я провяжу там допустим сантиметра три три с половиной вверх ну то есть все в круговой и далее буду уже разделять на спинку и переднюю деталь вот так подождите так опять же здесь у меня по центру должно быть раз два три вот они 2 изнаночные так две изнаночные мы оставляем потому что потом они разделятся как бы на две кромочные сейчас я пересчитаю все и так вот если смотреть визуально вот вот наш наша боковая часть из вот ее начало и конец здесь у нас изнаночная здесь изнаночная то есть начать и закончится должно на изнаночную плюс по центру должны быть 2 изнаночные вот эти вот петли у нас 10 здесь 10 здесь среди резинка один на один вот девчонки и таким образом я продолжаю вот вверх буквально вот так вот провяжу еще 10 рядов вот видите я провязала вот этой резинкой сейчас я буду разделять разделять буду вот где у меня две изнаночные вот моя спинка сейчас я здесь до второй половинки буду вязать сейчас возьму кстати другие спицы чтобы видно отдельно и так вот у нас как бы где у нас две изнаночные 1 уходит на кромочную 1 ходит уже на кромочную но уже во вторую деталь так сокращение сокращение для проймы мы будем делать после вот этой вот планки из резинки один на один так вот где у нас последняя изнаночная здесь я поверну вот так вот чтоб косичка была красивой и провяжу две вместе лицевой то есть сокращать будем только в этом лицевом полотне резиночка у нас с этой стороны из другой будет не тронута сколько сокращать это тоже вот смотрите по как бы глубине проймы которую вы хотите если хотите пошире плечика то сокращайте меньше если хотите поуже то сокращайте больше вообще-то где-то классический вариант петель 10 10 10 до 15 петель каждой стороны так вот здесь вот в чулочная гладь когда осталось 2 петелечки перед изнаночной петлей я провязываю слева направо две петли вместе в лицевой и далее планку 3 4 5 6 7 8 9 10 и последняя 11 изнаночная вот 2 изнаночная уходит на переднюю теперь изнаночную изнаночный ряд я вижу без изменений в следующем ряду лицевом я снова буду делать вот эти вот сокращения то есть сокращаем мы только в лицевом ряду через ряд и делаем начале в конце сокращения я буду сокращать петель 10 не больше вот ну и дальше вам покажу показывая промежуточный результат значит вот так вот это видите оно кажется что что маленькая но довольно таки пластичное полотно получается видите то есть не бойтесь оно примет потом обтягивающие вас размеры и так закрыла я вот здесь вот сократила 10 и здесь сократила 10 и сейчас я буду вязать ровно при этом вот эти вот петли у меня резинкой как и было вот она здесь резиночка у меня все четко вот сколько же вязать девчонки вяжем на глубину проймы можете померить бумаги какой-то ваши у меня вот классическая моя мерка вернее уже испытанная я всегда вот меряю вот таким вот образом пройму то есть вот вот высота моей проймы если мне нужно шире пройма допустим то я добавляю плюс-минус как бы ну здесь у меня 18 сантиметров так как эта майка я высоту буду завязать 18 сантиметров считаю что этого достаточно больше не нужно потому что потом начинают выглядывать выпрыгивать лифчики и все остальное вот это 18 сантиметров сейчас у меня здесь не взяла я сантиметр около 6 сантиметров ну значит еще 12 я высоту вернее нет не 12 я провяжу еще же мне нужно вырез на горловину сделать то есть если здесь у меня 6 сантиметров 9 я провяжу и будет 15 и 3 сантиметра у меня еще будет здесь вот вырез так вот я вам сейчас измелью видно да вам вот ровное вязание вот мои сокращения с другой стороны все точно так же это на 15 сантиметров если считать сокращение как раз 15 сантиметров так и теперь давайте немножко разберемся с расчетами на горловину что я буду делать значит у меня здесь да по 11 11 и центральных 60 петель у меня здесь то есть я не считаю планки они по 11 у вас может быть другое число просто ориентируйтесь на мою и здесь у меня 60 петель вот я смотрю визуально хочу я такой вырез это если я сделаю конец ну как бы до планки как у нас в оригинале еще обвязка наверное хочу да значит для этого 60 петель мне нужно их все как бы закрыть ну и одна петля уйдет в кромочную то есть здесь у нас из этих 6 из 60 петель минус 2 равно 58 петель значит для скоса что я буду здесь делать для круглого как бы 5 4 3 2 1 это будут сокращение тут ступенек на одну меньше нарисовал значит здесь тоже самое будет 5 4 3 2 1 4 3 2 1 далее это у нас здесь здесь 15 петель и здесь 15 петель мы сократим для закругления что у нас остается 58 минус 30 15 15 остается 28 петель нам нужно закрыть по центру вот вы же смотрите девчонки это сейчас я вам показала как бы на 60 петлях ту же самую систему мы потом применим и в передней детали то есть здесь мы просто до вяжем до верху как бы эту горловину здесь вот сейчас я все покажу здесь закроем сразу вернее оставим потом мы сошьем эти плечики ну и с передней деталью а в передней детали до вяжем до верх и если у вас другое количество петель что вы можете сделать если больше можете в центральном вот эту вот часть добавить петли которые у вас остаются ну то есть допустим 70 сюда добавить еще десять далее если меньше убрать отсюда если меньше убрать отсюда вот эти по 5 не делать допустим варьируйте девчонки в принципе ничего как бы в принципе любой метод можно использовать отсюда убрать допустим не по 5 а допустим 4 3 3 2 1 вот допустим так вот сделать вот и так я значит вижу планку обвязку 11 петель так есть теперь 15 петель у нас вот это вот часть которая пойдет на закругление 2 вернее 16 одна же у нас еще придет в кромочную поэтому 16 петель после планки 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 15 16 так есть 16 теперь средняя 28 я закрываю раз 26 27 и 28 теперь проверяю здесь вот планки вот она моя последняя изнаночная 1 2 3 4 5 6 7 8 16 петель все правильно и дальше вяжу до конца ряда я всегда так проверяю чтобы вдруг я там при подсчетах при расчетах где-то ошиблась перепроверила оба как бы обе половинки чтобы были одинаковые все теперь будем сокращать в начале каждого лицевого ряда вот по вот этой вот схеме 5 4 3 2 1 так так лицевой ряд я закрываю 5 петель так в начале ряда 1 2 3 4 5 и теперь вяжу в конец и следующий ряд далее 4 петли вот так вот начали потом в следующем ряду 3 далее 2 и 1 и все петли закрою моя полочка вернее вот я закрыла все видите да здесь 5 4 3 2 и 1 петля и осталось только планочка одна петля ушла в кромочную ниточку я обрезала и оставляю на спицах теперь я добежу вторую второе плечико здесь то же самое 5 4 3 2 1 но только в изнаночном ряду у нас идут вот эти вот закрытие петель то есть со стороны горловины так видите в изнаночном ряду делаете закрытие и довязываю плечико так вот он наш вырез на спиночке кажется глубоким он просто завернулся закрутился теперь он вроде бы мне кажется большим в общем смотрите девчонки увидите по результату если что сделайте у вас тогда не одна сделайте поменьше у вас тогда не просто как бы обвязка останется а еще чуть чуть лицевой глади ничего страшного вернее может даже и лучше нет вот теперь я перехожу в передней детали переднюю деталь точно так же вяжу начинаю делаю сокращение все точно так же дублирую как спинку единственное что здесь у меня после сокращение 10 сантиметров связано на передней детали будет 5 то есть это у нас спинка вот такая вот значит тут у меня сокращение и вот это вот ровная часть после сокращения 10 сантиметров в передней детали если она будет глубже вырез здесь сокращение и вот сокращение будет ровной 5 сантиметров таким образом я вижу потом точно так же сделать горловину ниточку здесь оставляю потом иглой замаскирую все девчонки все точно так же повторяем как задней деталью сейчас вяжем сокращениями вот они и в конце то же самое в следующем лицевом ряду в общем все так как я и говорила вот видите здесь у меня вырез глубже то есть я вязала как говорила точно также все сокращения сделала далее провязала ровно 5 сантиметров вот далее сделала сокращение видите они у меня закончились и вяжу еще ровно до соответствия со спинкой то есть только рядов сколько у вас было связано на спинке видите у меня здесь еще не хватает если так сложить еще два ряда и все и закончу вторую половинку потом продолжим ну вот закончила я обе половинки это выворачиваю на изнанку теперь я крючком сошью вот эти вот плечики при том что смотрите здесь я закончила вязание нить рабочие у меня у горловины а здесь наоборот чтобы не было у меня двойной нити потому что будет утолщение такое безобразное вот и сошью крючком для этого с каждой то есть сложила да вот он из каждой спицы буду брать по одной петли и провязывать так сначала 2 там это будет по 3 петли ну то есть вот это 1 и со спицы так есть одна половинка теперь теперь здесь я просто вот эти два конца свяжу все со второй нити кстати вот это я сделала глупость потому что здесь у меня была рабочая нить девчонки не повторяйте мои ошибки здесь мне придется привязывать нить вот нормально вот это вы мне скажите я обрезала рабочую нить то есть вы обрезаете ту ту плечиков в котором у вас нить обрезана а рабочую оставляете для того чтобы набрать горловину а мне сейчас придется для горловины петли до убирать ну чтож опять же учитесь на моих ошибках вот обрезала потом до меня дошло так сейчас я сшиваю второе плечико что еще хотела я сказать я хотела сказать что что вы думаете я заказала два матка пряжи и ушло у меня еще один не до конца то есть один моток у меня остался то есть для топа мне понадобилось три с половиной где-то мотка ну может чуть больше чем три с половиной это почти 200 граммов 175 ой не два с половиной три с половиной девчонки 175 грамм три с половиной мотка потому что заказала я два а было у меня три и один с половиной остался три с половиной моточка вот здесь не придется сделать то же самое потому что нить обрезана вот ну а у вас должна остаться сейчас рабочая нить а я буду вязать привязывать тут ладно ничего главное что и бас я вовремя предупредила правильно правильно так и так я возвращаюсь на лицевую сторону вот вот она моя маечка так это у меня спинка это у меня передняя деталь вот так вот это все выглядит красиво очень и не entra невозможно взяла я 2 2 миллиметра спицы и горловину буду вязать на этих спицах конечно же можно и на тех но я буду все таки так начну я ушла все таки чтобы потом в край сделать а и не показала вам как выглядит плечиков смотрите все прекрасно у нас красиво выглядит да и теперь набираем петли значит искром там где у меня из кромочных я буду набирать сначала вернее ну да сначала две петли из кромочной и 1 буду чередовать через 1 сначала 2 и 1 потому что по 2 это много а по одной это мало это только из кромочных вот мы уже передвигаемся сюда далее у меня будет как бы ну из каждой петли да здесь вот у меня закрыта 2 2 я не поднимаю здесь 3 значит 3 я поднимаю 1 2 так значит в оригинале у нас там девчонки сразу резинка 2 на 2 для горловинки и небольшая там по моему сантиметра 2 не больше я не знаю сколько я сейчас буду так интуитивно смотреть уже по изделию вот и буду определяться сколько мне вязать так смотрим чтобы у нас тут конечно было число петель кратное 4 чтобы мы смогли как бы разместить резинку 2 на 2 здесь вот из каждой петельки так как у нас спицы тоньше и резинка все будет красиво поэтому все я тогда набираю петли потом вам скажу и вяжу резинкой 2 на 2 по кругу скажу вам потом сколько у меня получилось петель сколько рядов я провязала так значит набрала я 140 петель провязала я 1 2 3 4 5 10 11 рядов 10 бы тоже хватило в общем вот так вот можно больше можно меньше у меня это 11 рядов и сейчас я все петли закрываю и показываю вам на манекене даже не буду стирать все вам сразу покажу смонтирую видео и вам предоставлю потому что многие уже ждут как бы окончание этой маечки вот закрывать буду петли по узору это значит что там где лицевые это будет 2 вместе лицевой там где изнаночные изнаночные вот сейчас я закрою все петли так девчонки мой результат довольна правда я довольна думаю вы тоже здесь у меня манекен такой шикарный с шикарными изгибом вот кстати пройму хотела поближе забыла показать это ну в общем вот так вот она выглядит немного не так как в оригинале но зато попроще в исполнении намного проще поэтому я думаю вот вот такой вот вариант самый такой простой то есть упростила до по максимуму модельку девчоночки я довольна а вы покажите мне покажите мне свои результаты результаты еще сфотографирую на обычном манекене без изгиба потому что это такой фигурный но вот 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 так вот вся картина вот но в принципе все девчонки с на сегодня все я с вами прощаюсь с вами была вика школа рукоделия всем пока пока